Привет, с вами Кинорассказ. Сегодня я вам расскажу о боевике 1995 года под названием Громобой. Погнали! Что на свете не найдется гонщика, который может с тобой сравниться. Сюжет начинается с того, что перед взором предстает завод, в котором собирают автомобили и технику. Обучающиеся тестируют машину в различных условиях, проверяют на безопасность и скорость. Под конец дня, залезая под автомобиль, Чен Фоин слышит стук каблучков, и, повернувшись, видит симпатичную девушку, которая что-то ищет. Оказалось, что она потеряла сережку, которую он тут же помог найти. Повернувшись, она неудачно толкнула дверь, прищемив ему руку. Но, как истинный джентльмен, Фоин не подал виду. В это время где-то на гоночной стоянке подъезжает высокий блондин по имени Кугар. Его встречает белокурая красотка. Подозвав Пита, Кугар интересуется насчет некого Тони, но, не получив желаемого ответа, он вместе со своей дамой приковывает его наручниками к авто, чтобы наказать несчастного. Спустя какое-то время Кугар встречает друзей, которые дают ему чемодан с оружием, и он сообщает им о том, что отправится в Гонконг. Двое дерзких парней приезжают в автомастерскую, требуя поменять запчасти. Но Чен Фо не любит хамство. Он пресекает наглецов, и они уезжают. Из школьного автобуса выходят две подружки, и, набрав еды в магазине, проходят мимо сомнительных парней. Один из них шлепнул девчонку, и она привела с собой брата, Фо. Он проучил хулиганов. Ночь гонки. Полиция останавливает нарушителей. Журналистка ругается с оператором. Дядя Танк осматривает машины, сообщая о нестандартных сборках. Мимо без номеров проносится на скорости машина. Это не остается без внимания полиции. Сотрудник попытался остановить нарушителя, но тот даже не собирался притормозить. Чен едва успел спасти полицейского. В отдел полиции прибывает сотрудник Интерпола. На собрании сообщается, что нарушитель кугар, и он не только гонщик, но и глава преступной организации. Чен Фоин в семейном кругу показывает фокусы с магнитом. Дядюшка Танк с ребятами выжидает черную машину нарушителя. Журналисты тоже на готове. Эми безуспешно пытается взять интервью у Фо, который тоже пришел посмотреть на неуловимого гонщика. У журналистов возникла проблема с машиной, и они оставили тягач с ребятами. Пока они спорили и выясняли, пронесся тот самый черный автомобиль. Чен Фо вместе с Эми рванули следом за ним в погоню. Кугар медленно поравнялся с ними, опустив окно, ухмыльнулся. В следующий миг они рванули вперед. Кугар подрезает Фо, толкает вбок, на пути им попадаются грузовики. Дорога полна опасностей. Полиция перекрывает дорогу и раскладывает шипы. Кугар скрылся, но тут же появляется сзади, и теперь уже толкает их позади. Чен Фо набирает скорость, сделав разворот, и им удается прижать гонщика. Его задержали. Эми позвонила начальнице, чтобы рассказать о невероятной гонке с преступником. Но ей не удалось ничего запечатлить, а сенсация без камеры – лишь пустые слова. Кугар впечатлен Фо и предлагает потягаться. Но Чен Фоин отказывается, утверждая, что он не гонщик. Фо возвращается домой, где его родные уже рассказывают все о нем журналистам. Он этому не рад и не хочет давать интервью. После того, как уезжают одни, приезжают другие незваные гости. Бандиты заходят в мастерскую, ведут себя нагло, бьют ребят. А Фо суют пачку денег, чтобы он больше не общался с сотрудниками полиции. Фо, возмущенный такой подачей, отбрасывает купюры, и затевается драка. Чен Фоин в одиночку справляется с целой бандой, и с позором выгоняет их прочь. Кугара собираются отпустить из участка, но на пороге появляется Фо, который сообщает, что именно этот человек сбил полицейского. Эми обедает в кругу семьи Фо и позже возвращается к ассистенту. Блондинка приходит с подручными, чтобы вызволить своего возлюбленного, но в ходе перестрелки девушка погибает. Преступник теперь свободен и полон негодования. Ночь. Все спят. Кугар с группировкой поднимает на крюках дом с Чиеном Фо, протаскивая по всей сывалке, переворачивая и круша. Фо кидает во все стороны, он едва не выпал. Увидев семью, выбежавшую на шум, Кугар направляет дом на них. Семье еле удается спастись. Чен Фо весь уже в крови. Собравшись силами, он перепрыгивает, ловит сестру, но Саймуй не реагирует. У нее шок. Чен несет на руках сестер и зовет отца. Кугар опускает дом, и он обрушается на помещение. Кугар забирает сестер и назначает встречу. Больница. К Фо приходит сотрудник и допросом выводит его из себя. Он падает в обморок. Эми держит его на руках, успокаивает, пока ему делают укол. Чен Фо ин собирается на гонке. Эми пришла навестить его. Он злится, решив, что она снова пришла за интервью. Но она пытается с ним поговорить, поддержать. И он все же соглашается на помощь. Эми пишет список, и вместе с ребятами они собирают все необходимое. Фо тренируется, готовят автомобиль. Вместе с полицейскими Фо выезжает на перекрытое шоссе и набирает скорость. Но в этот момент на дорогу также заезжает ничего не подозревающий губернатор. Фо обгоняет его, спровоцировав небольшую аварию. Эми случайно узнает место, где находятся бандиты. Отправляется туда и звонит Фо. Связанные сестры находятся в развлекательном центре. Фоин заходит в зону купальни и требует сестер, но ему не дают ответа, выгоняя его. Он берет молот, просит всех посетителей выйти и начинает разбивать игровые автоматы. Бандиты разозлились не на шутку и готовы его убить. Но с Фо не так просто справится, даже большой группировки. Появляется Кугар и возвращает одну из сестер, Тэй Муй. Главарь напоминает Фо о том, что ждет встречи на гонках. Чен Фоин приходит на тренировку с побитым лицом. Тренер обеспокоен. Сотрудник спрашивает о сестре, но Фо не хочет ему отвечать. Внезапно машина с Фо переворачивается и загорается. Он выбирается. Машину тушат, он цел, но зол и расстроен. Учитель говорит, что больше не сможет помогать. Уэйми находит камеру и осуждают ее, но Фо пресекает всех. Фо зовут расписаться. Он с удивлением обнаруживает, что ему доставили лучшие спортивные машины и запчасти. На помощь пришла Очо Сан, та самая, которой он помог найти сережку. Фо снова тренируется. Кугар звонит и требует убить девчонку. Но внезапно происходит взрыв. Эмми попросила Даймё передать Фо брелок. Кугар и Фо садятся по машинам и готовятся к старту. Учитель говорит о том, что это самая сложная трасса в Японии и наставляет его на победу. Тишина. Долгие секунды ожидания и старт. Рев машины скорости разрывают воздух. Автомобили заносят на крутых поворотах. Кто-то переворачивается. Трасса мокрая. Фо меняет резину. Эмми попыталась дать воды, но ее оттолкнули. Во время гонки машину трогать нельзя. Но он бросает на нее свой взгляд и едет дальше. Скорость большая. Однако он идет только седьмым. Снова остановка. Фо одаряет Эмми своей улыбкой. Воодушевленная, она достает кассету из камеры и выбрасывает ее. Затем просит показать табличку с надписью «Я тебя люблю». Фо обескуражен. Его немного заносит, но выровнявшись, он жмет сильнее и уже идет вторым, догоняя кугора. Противник не сдает позиций и мешает пробиться вперед. Еще одна остановка и финальный заезд. Машины бьются, горят. Чен Фо Ин проехал сквозь пламя. Он выходит вперед. Кугар подрезает Фо и забуксировав, они оба оказываются на гальке. Наконец им удается выехать и они приходят к финишу, однако Чен на доле секунды опережает соперника. Они едут дальше. Фо кричит «Где сестра?». Кугар заносит и Чен достает его. Приезжает полиция и с ними сестра Фо. Она жива и спасена. Эми радостно запрыгивает на Фо и они целуются. Чен Фо Ин одержал победу. Но для каждого свое понятие победы. Ведь главное это любовь и улыбки близких.